Его охрана. Одно, когда вооруженный человек, скажем, солдат, воюет против себе подобного мужа. Но есть еще, когда вооруженный солдат воюет против мирного населения. К сожалению, терроризм, да, вот к этому часто прибегают хеченские боевики. Ты наверняка знаешь немало фактов. И по телевидению могут видеть, и могли рассказать, да. Да, конечно. Но я знаю факты того, что их только так называет российская власть. Ну, российская власть много чего рассказывает, и мы тоже про себя уже много чего наслышались. Так что давай не об этом, я тебе сейчас прямо задам вопрос. Хорошо. Третий вопрос, ты готов? Да. Третий вопрос. Является ли террор для вас приемлемой формой политической борьбы? Нет. Сейчас узнаем. Это Басухи Арис. Симмерт. Я тебе поздравляю с двадцать три честных ответа. И мы приближаемся уже к четыреста ларь. Я хочу опять обратиться к Али Федоровой. Военный человек, он хоть чуточку был романтичным, романтичной личностью. Хотя бы для вас. Я думаю, то, что он был романтиком, в этом убедился. Наверное, весь Кавказ и весь мир. Причем очень большим романтиком. Давай я тебе сейчас прямо задам этот вопрос. Четвертый вопрос. Жалела ли ваша мать о том, что была супругой Джохара Дудаева? Нет. Спасибо. У тебя четыре правдивых ответа, и мы еще два осталось, и мы дойдем до четыреста ларь. Кто тебя назвал таким именем? Мой отец. Отец. Каким был Джохар Дудаев вне войны, вне политики? Знаете, я мало помню его. Вот мы сегодня узнали, что он был романтичным. Да, конечно. Вот как отец? Моя мать была его супругой, поэтому я, знаете, застал отца и родился уже тогда, когда он очень много работал и летал, это до президентства, а потом уже было президентство, где времени не было практически. А Деги что-нибудь означает? Деги – это древнее чеченское имя. Если брать по слогам слово «Д» отца, «Д» спина, то это отца спина, в смысле, что продолжитель отца, опора. Много смысла, в принципе. Да, даже очень интересно. Пятый вопрос. Хотели бы вы, чтобы ваш сын был похож на Джохара Дудаева? Да. Пятый вопрос. Симант. Поздравляю. Спасибо. Когда погиб твой отец, да? Я, насколько я знаю, вы были рядом вот этим. А где были мальчики? За две недели до его бибели мы отправили Деги в Турцию. За две недели. Детей, да? И еще Магомеда с ним вместе. И тех трех детей, Вахи и Брагимова, которые были вместе с нами. Потому что наш дом стали усиленно бомбить. И бомбили уже по нашему телефону. Это было все лишало же. Но ваш муж знал, что все время его подслушивают, да? Да, он уже об этом знал. И он отправил всех детей. Ты узнал в Турции о гибели отца? Да. Я узнал об этом в Турции спустя две недели, когда приехал. Давай я сейчас задам тебе шестой адрес. Хорошо. Готов? Готов. Шестой адрес. Отомстили бы вы за смерть своего отца. Реклами шэнде нахэт. Первый лад шоус историяши. Ичгер из первой президентис, Чохар Дудаевис унцросивачис. Деги Дудаевис сенсацию ригу Трпелоба, картвели макуретрицы наше. Тквен, первой леби мига. Мартал Пасус. Верите ли вы, что звезд Гамсахурдия покончил жизнь с самоубийством? Мы сховелся твас. Ганса кутребули васильякс. Смогли бы вы принять другую религию ради любви? Ахали сариско ганатсхади как это гурия. Танхмоба эксклюзивзе дадасту репули. Нахэт. Деги Дудаевис. Симарт Листру. Симарт Листру. Отомстили бы вы за смерть своего отца. Два. 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 Два сухи Ариц. Симарт. Алла Федоровна, как вы относитесь к такому ответу? Я думаю, что этот ответ соответствует характеру кавказских мужчин, обычным и традициям. Но я сама лично считаю, что простить – это великодушнее. У тебя сильная справа на других ответов, и ты стал владельцем 400 ЛАЙ. Первый этап закончился. Сейчас ты должен мне сказать, перейдем мы на второй этап или не перейдем. Да, давайте перейдем. Усложняться. Я согласен. Аплодисменты. Только когда не думал идти в политику? Нет, вы знаете, я не задумываюсь, но… Эта сфера тебя не интересует? Меня она интересует со стороны. Я тот, кто всегда наблюдал за ней, ее видел, но в ней не участвовал. Силой возраста в основном. По твоему взгляду, интересно, что тебе вообще не нравится политика? Та политика в мире, которую я застал в своей жизни, знаете, она, конечно, мне вообще не нравится, но… У меня жизнь сама по неволе иногда втягивает. У тебя трудная жизнь. Я еще раз повторяю, что вам не раз приходилось, скажем, менять место жительства. Насколько я знаю, брат сейчас под другим именем вообще живет, да? Тебе когда-нибудь российские спецслужбы не предлагали? Работу, скажем. Нет? А у Кадыров или европейских спецслужб? Не было никаких предложений или интересов? Никогда. А угроз? Как? Угроз не было? С какой-либо стороны? Ну и по месту. Лично мне нет. А себе? Были факты того, что другим людям говорили. Вашим знакомым? Нет, не угрозу. В смысле, что имелось в виду угроза мне, но другие элиты об этом говорили мне. Но ко мне лично адресованных угроз или каких-то предложений сотрудничать не было. Давай седьмой вопрос задам. Это тоже про политику. Седьмой вопрос. Являетесь ли вы объектом политических выгодных манипуляций? Да.